Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о мульчайзодзернении и черном паре для винограда. Мы не будем говорить о том, что лучше, что хуже. Во-первых, есть разные местности. Во-вторых, каждый выбирает что-то свое, то, что ему удобно, то, что ему подходит по обслуживанию, по каким-то другим параметрам. Но есть определенные сложившиеся стереотипы касательно мульчайзодзернения. Я много раз слышала, что весной мульча это плохо, мульча замедляет прогрев почвы, дерн тоже самое. Вот лучше всего черный пар. Сегодня мы проведем с вами эксперимент. У меня вот такой термометр, это термометр пищевой. Жало у него 11 сантиметров, то есть будем измерять температуру почвы на глубине 11 сантиметров. Дальше сегодня у нас уже 9 мая. Весна, да, в этом году затяжная, холодные были и теплые дни, были и холодные дни, были и холодные ночи. Сегодня ночью опять был заморозок под утро. В 7 утра все было вымей. То есть вот в этот момент надо ли нам сильный прогрев почвы. С другой стороны, уже давным-давно сошел снег, уже давным-давно глобальные морозы ушли. Достаточно долгий период стоит плюсовая температура. И вот мы с вами посмотрим в настоящий момент, есть ли разница в температурах на глубине. Больше невозможно померить, по крайней мере этим прибором на глубине 11 сантиметров. Вот сравним с вами грядки, черный пар и сравним там, где мульча, где все остальное. Наш первое место измерения. У меня здесь грядка с цветами и рядом трава. Здесь у нас очень солнечная сторона. Солнышко уже начинает все нагревать. И смотрим, что у нас на термометре. 7,7. Берем рядышком в терм, вот совсем рядышком. И смотрим, что у нас там опускаем максимально глубоко. Сейчас цифра 8,9. Да, мы увидели здесь разницу температур. Но можно списать на определенные погрешности. Грядка выше на 10 сантиметров, чем терм. Поэтому мы пойдем замеряем еще в нескольких местах. Идем на другой участок. Это участок моих родителей. Здесь у мамы цветник. И измеряем, что у нас здесь в грядке. Здесь температура 5,3. Вот я мерила там. Где-то здесь метра 3-4. Здесь уже дерн. И ставим наш термометр в дерн. В дерне температура 7,3. А вот смотрите еще. Значит, вот цветник мы мерили. Вот там мы мерили на входе в дерне. А вот здесь полоска как раз, где виноград, правда, молоденький. И все застелено листом старым. Температура 7,8. Даже смотрите, в этой же грядке мы измерим на солнышке, что у нас. Здесь, может, на солнце плоховато видно, но температура 6,1. Ну, и вот еще измерим грядка кубники. Ставим градусник сюда. Не знаю, видно ли вам на солнце. Может, солнце отсвечивает, но здесь температура 6,1. А вот дальше от этой грядки голубичник с мульчей. Пойдем, померим, что там. Поскольку солнце, может быть, вам не видно, но температура 7,9. И еще парочку замеров на нашем участке. Вот это места под виноград были подготовлены в прошлом году, но не было чего посадить. Подрастали саженцы. Здесь у нас все черненькое. Смотрим цифры. 6,7. Так, и вот совсем рядом. Вот там мы измеряли. И вот совсем рядом дерн. Смотрим, что в нем. 8,7. И пока еще не раскрывались, но посмотрим, что у нас здесь под укрытием. Где мульча. Ставим градусник. И смотрим. Плохо дотуда долезть. Не видно. Температура 8,2. Но я сейчас вот так достану. Вот она еще пока зафиксировалась. Наступил полдень, и мы сделаем еще один замер. В черной земле и в дернении. Сейчас дерн показывает. Сейчас вот эта черная земля показывает 9,9. А вот рядом дерн. И цифра 9,5. То есть, да, черная земля, когда совсем светит солнце, чуть больше прогревается. Но то, что было утром, я вам показывала. Она точно так же красиво остывает. Даже, казалось бы, на такой глубине, как 11 сантиметров. В итоге нашего маленького эксперимента получилось, что мульча и задернение оказываются не так плохи, как они говорят. Тем более, что в наших условиях нам не надо раньше времени прогревать почву. Да, возможно, в какой-то момент, ранней весной, там, где черный парк, где черная земля, она будет теплее. Но в тот момент нам это тепло абсолютно не нужно. Повторюсь, сегодня с утра еще был заморозок. У нас еще виноград под укрытием. Мы его начнем раскрывать завтра. Потому что завтра уже пойдет хорошая теплая ночь и хорошая погода. И поэтому нам не надо разгонять это раньше, чтобы потом думать, как защититься от этих самых заморозков. А вот в этот момент, когда уже хорошо, чтобы почва прогревалась, я вам показала, какие цифры получаются. В прошлом году я тоже снимала видео, почему мы выращиваем так, почему мы выращиваем в траве, в мульче. Во-первых, для нас это удобно. Скажем так, ленивый виноградник, поддерживать его в красивом, хорошем состоянии гораздо проще. Но есть еще очень-очень важный момент. Когда у нас любое растение растет в траве, в дерне, либо замульчировано, вот эти вещи, они способствуют поддержанию биологического разнообразия, поддержанию жизни в почве. Как только мы начинаем все это перерабатывать, как только мы начинаем все это рыхлить, мы иссушаем землю раз. Мы убиваем того дождевого червяка, который нам помогает. Это на самом деле наш самый-самый лучший друг. И для сравнения можете пойти, копнуть землю, где дерн, и посчитать, сколько там в определенной даже лопату выкопали. Посмотреть, сколько там будет дождевых червей. И на грядке, на грядке их, как правило, гораздо меньше. Повторюсь, это наши друзья. Кроме дождевых червей, еще куча различных микроорганизмов, которые помогают нашим растениям, помогают им сопротивляться различным заболеваниям, помогают им поглощать питательные вещества. То есть это наши помощники и наша задача поддерживать почву в здоровом состоянии. Как только мы начинаем вмешиваться, нарушаем этот баланс, это не всегда хорошо. Хотя, повторюсь, решать вам, что для вас лучше, что для вас удобнее. Просто подумайте о том, что я вам сегодня показала и рассказала. И давайте с вами заглянем под мульчу. Посмотрите, вот убегает здесь червячок. И земля здесь, она невероятно пушистая. Вот просто руками ее можно копать. Она как пух. То есть вот такие вот вещи, как мульча, они кормят землю на месте. Они позволяют поддерживать ее именно рыхлую, воздушную структуру, что, конечно же, очень хорошо для растений. Даже если у вас там какие-то тяжелые глинистые почвы, то вот таким образом можно улучшить их структуру. Потому что червячки роют землю, делают воздушные проходы. Все это, видите, рыхлое, такое питательное. В принципе, даже диорн тоже улучшает структуру, потому что все равно корешки, которые ходят туда, вглубь, они со временем отмирают. Остаются воздушные каналы, через которых проходит воздух. Там же живут микроорганизмы различные, там же живут червячки. В общем, здоровая почва. И, например, такой ученый, как Мозер Ленц, это австрийский ученый, порядка, по-моему, 30 лет, проводил эксперименты на виноградниках. Вот у него в книжке можно почитать, как он на одном участке пропалывал траву, на втором пропалывал немножко с весны, а потом оставлял под сорняками. И разница у виноградников была очень существенная. Мы такие опыты не проводим, мы делаем так, как нам удобно, и у нас вот все растет либо в зерне, либо с мульчей. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok